Мы рассказываем миру об Украине в студии Дарьи Вершилинко. Здравствуйте. Без потерь прошли минувшие сутки на Донбассе. Четверо украинских военных ранены. Боевики применяют тяжелое вооружение. Основная горячая точка Луганского направления – Крымское. Там оккупанты дважды применили тяжелые минометы. На Донецком направлении – эпицентр вражеских атак Авдеевская промзона. Ее бомбили более четырех часов подряд. Неспокойные в Луганском, Зайцево, Майорске. В этих районах пророссийские наемники выпустили более 60 мин. На Мариупольском направлении под многочисленными обстрелами участок фронта Павлополь-Широкина. Самый мощный обстрел произошел в Гнутово. Он длился всего 35 минут. Однако в это время оккупанты стреляли одновременно из 82 и 120-мм минометов, а также 122-мм орудий. Эту канонаду сопровождали выстрелы снайперов противника. Украинские войска открывали ответный огонь. Также два мощных минометных обстрела со стороны противника состоялись в Красногоровке. Под обстрел боевиков попал и контрольный пункт пропуска «Майорская». Его оккупанты обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Об этом сообщает Госпогранслужба. Огонь боевики открывали в 9 часов вечера со стороны Горловки. Она находится на территории, которую не контролирует украинская сторона. В результате обстрела несколько мин разорвались рядом с пунктом пропуска. К счастью, никто не пострадал. Украинское оружие должно превосходить российские аналоги, заявил секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью изданию «Левый берег». Отметил, украинское производство боевых ракет включает полный цикл, то есть все составляющие изготовляются в Украине. Турчинов высоко оценил качество отечественных ракет, которые, по его словам, превосходят российские. Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина возвращает утраченные позиции государства, которое владеет современными ракетными технологиями. Это касается не только военной, но и космической сферы. Кроме того, разрабатывается система для полной защиты информационных ресурсов и госсектора от любых кибератак. Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Федерация не выведет свои войска с территории Украины и не возобновит ее суверенитет и территориальную целостность. Также Словения не признает незаконную аннексию Крыма и агрессию на востоке страны. Говорится в декларации о сотрудничестве двух стран, которую подписали президенты. В документе общая позиция в вопросах безопасности. Страны указали на необходимость сотрудничать в сфере разминирования. Кроме этого, видят перспективы торгово-экономических отношений. Важность исследования общих исторических событий в контексте сотой годовщины Первой мировой войны. Я очень благодарен господину президенту за его личное участие в составлении декларации, которая сегодня была принята, где четко заявлено о поддержке нашего суверенитета, о непризнании действий России относительно незаконной аннексии Крыма и агрессии на востоке нашего государства. Я очень благодарен Словении за такую абсолютно четкую позицию и политику поддержки санкций до полного выведения российских войск и возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины. ФСБ пытается отстранить Николая Полозова от защиты Ильми Умерова. Апелляционный суд Крыма вернул дело адвоката в суд первой инстанции. Там будут решать, позволит ли ФСБ допросить Полозова в отношении его подзащитного Ильми Умерова. Известные адвокату сведения защищены адвокатской тайной, так как получены при оказании юридической помощи Умерову. Прокуратура и спецслужбы об этом знают, отмечает Полозов в своем фейсбуке. Он уверен, таким образом кремлевское правосудие пытается лишить его статуса защитника, заместителя председателя Межлиса. Однако основная цель ФСБ запугать, лишить возможности защищать права человека в Крыму, подчеркивает Полозов. Безусловно, задачей следственных органов ФСБ, практическая задача, это придать мне иной процессуальный статус в деле Ильми Умерова, допросить меня в качестве свидетеля, чтобы впоследствии я не мог представлять его интересы в суде в качестве защитника. На самом деле, подоплека, безусловно, то, о чем я говорил ранее, это давление на меня, как на адвоката, который защищает крымских татар в Крыму. Это попытка, на моем примере, разделавшись со мной, показать всем остальным адвокатам, что защищать крымских татар это очень опасно, что в Крыму те лица, которые занимаются подобным, подвергаются безусловному давлению. Поддержим политических заключенных вместе. С таким призывом на акцию в центре Киева вышли активисты и родители узников Валентина Выгивского и Станислава Клыха. Участники развернули плакаты с именами политзаключенных в России или Крыму. Для них нарисовали совместную открытку и написали письма со словами поддержки. Именно они дают силы бороться, говорит освобожденный узник Кремля Геннадий Афанасьев. Его в России держали за решеткой два года. Позже вместе с другим политзаключенным Солошенко обменяли на фигурантов дела Бессарабской народной республики. Акцию приурочили к дню рождения Геннадия. Для меня будет самый большой праздник – возвращение наших ребят домой. И сегодня я хотел воспользоваться возможностью и привлечь внимание к этому событию, чтобы осветить эту проблему. Я принес много писем, которые мне прислали в тюрьму. Такие письма – это настоящая поддержка и помощь для наших ребят. А для нас – акт единства. Только по предварительным данным это 33 человека, которые сейчас находятся в заключении. На самом деле более 50 человек вообще находились под следствием. Кому-то дали условные сроки. Чем больше Российская Федерация запускает эту репрессивную машину по отношению к украинцам, то больше должно быть с нашей стороны украинцев всего международного сообщества внимания к вопросу политических заключенных на территории России. Вместо Ленина теперь бесконечное празднование. Инсталляцию с таким названием презентовали в Киеве на месте бывшего памятника вождю коммунистов. Акция временная и уже не первая. Таким образом активисты провоцируют общество на диалог. Что делать с пьедесталами, которые остались после Ленина пада по всей стране? После падения Ильича почти три года спустя на его месте новый Ильич. Теперь в компании Девы Марии и певицы Мадонны. Бесконечное празднование работы иранского художника Махмуда Бакши символизирует идеологию, религию и экономику. Выполнена в цветах светофора. Как прошлое, куда идти нельзя, ожидание в настоящем и движение в будущем. Это очень простая идея. Она состоит в том, чтобы в обществе должен существовать плюрализм мнений. Это работа о том, чтобы могли слышать друг друга и воспринимать разные мнения. Установили символично к годовщине Октябрьской революции. Тройка пробудет на пьедестале две недели. Подобная акция уже не первая. Летом на том же месте красовались ступеньки от мексиканки Синтии Гутьерос. Тогда на место Ленина мог подняться каждый. Работа называлась «Населяя тени». Обе инсталляции реализованы в рамках культурного проекта «Общественное соглашение». Наш проект посвящен проблеме памятных объектов и той функции, которую они выполняют в обществе. Тому, как мы воспринимаем личности, которых ставим на пьедесталы. В первую очередь нас интересует, что ждет места тех памятников, которые сбросили во время декоммунизации. Официальная декоммунизация Украины началась весной прошлого года, когда народные депутаты приняли соответствующий пакет документов. Но фактически процесс был запущен еще в декабре 2013-го. Тогда, в первую неделю Евромайдана, в Киеве снесли главный памятник Ильичу. С тех пор место пустует. Заменить Ильича властям пока не с плеча. Говорят, думают. Мы тем временем посоветовались с киевлянами. Пусть будет памятник Майдану или Атошникам. Место нужно сберечь, как историческое. Наверное, какой-то памятник вооруженным силам Украины. Они это заслужили. Что-то жизнеутверждающее. Не знаю, что это может быть. Но такое, чтобы вдохновляло и настроение поднимало. Если до следующего года постоянной замены все еще не появится, культурные активисты продолжат собственное замещение. Работами современных художников разных стран. Любовь Задорожная, Тимофей Сорокин, ЮЭй ТВ. Спасибо, что вам интересна Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова